Ижевчанка Анастасия Иванова сегодня пришла в офис Энергосбыта заплатить за электричество. Скоро отпуск, который собирается провести на даче. А потому, говорит, лучше заранее закрыть все платежи. Вы регулярно платите? Да, постоянно, каждый месяц. То есть у вас задолженности нет? На даче, да. Нет. Ага. Ну а знаете о последствиях, которые могут наступить, если не заплатишь как-то? Ну если совсем уж долго не платить, наверное, отключают электроэнергию. Вы, может, на сайт заходите, задолженность свою проверяете, есть там или нет? На госуслугах. То есть вы на госуслуги заходите? Да. На госуслуги захожу, и там же все видно сразу же. Все проверяю так, пролистаю ленту и все. Не допуская задолженности и Александр Белявцев-Гайнулин. Питанция оплачивает вовремя. Сегодня, чтобы успеть в офис Энергосбыта, даже пораньше отпросился с работы. Вы долгов не допускаете у себя? Нет. Не стараетесь? Пока нет. Пока работаю. Вовремя все как-то оплачиваете? Получается. Я вообще не понимаю, почему появляются должники. Понять не могу. Сегодня в Удмуртии больше 240 тысяч жителей, которые вовремя не оплачивают в квитанции за тепло и электричество. Как раз в преддверии сезона отпусков в республике стартовала акция «На дачу без долгов». Ее цель – еще раз напомнить – долги лучше не копить, в противном случае можно испортить себе отдых. Сейчас на дорогах и на стоянках активно проводятся рейды судебных приставов именно по поиску неплательщиков. То есть риск вместо отдыха на даче провести свое время в очередях по вызволению автомобиля со штрафстоянки. Что необходимо сделать, чтобы уберечь себя от таких неприятных последствий? Это в первую очередь проверить отсутствие задолженности либо на сайте судебных приставов, либо у нас в личном кабинете на сайте небогазбыта. И при наличии непогашенных платежей их оплатить вовремя. Энергетики напоминают – решение проблем, связанных с арестом имущества или ограничением энергоснабжения, отнимает время и деньги. За время, проведенное автомобилем на штрафстоянке, придется заплатить, как и за вызов электрика для повторного подключения электроэнергии после погашения долга. Чтобы не допустить подобных неприятных хлопот, надо всего лишь своевременно оплатить коммунальные услуги. Акция «На дачу без долгов» продлится до середины сентября. Александр Демидов, Юрий Дроздов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова